Шеф-повар из народа Шеф-повар из народа Все будет хорошо Хорошо, хорошо Все будет хорошо О, 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 е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е... Всем привет, это шоу Народный повар. Я Герман Титов. И прямо сейчас я научу вас готовить вкуснейший суп с фрикадельками. В общем, сначала нужно очистить пельмени от кожуры. Ну, вы поняли, да? В общем, хорошо, что я веду это шоу. не готовлю. Итак, друзья, мы начинаем! Это кулинарная битва за выход в четвертьфинал. И сегодня, я надеюсь, в жарком поединке сразятся Марина Смердина с дочерью Анастасии из города Бреста против Полины Суворовой, Артема Глазунова, Жлобин, Гомель, Минск. Вот так вот. Итак, как настроение? Сразу спрашиваю, потому что это важно, ближимся к финалу. Жгучая, вот просто жгучая. Готовы, просто готовы. Я смотрю, вы здесь вообще веселитесь, просто зрители этого не видели, вот до нашего. Значит, все в порядке, правильно? Однозначно. Молодцы. Как дела ваши? Ну, все с улыбками, это прекрасно. Немножко волнуемся, но тоже готовы. Побеждать готовы? Конечно. Вот лично я люблю, когда просто вкусно. Но вот наши эксперты разберут все на молекулы, распилят на волокна, в общем, рассмотрят под микроскопом, расставят по полочкам. Итак, встречайте, шеф-повар Антон Коленик. Учился у сильнейших кулинарных мастеров Италии и Франции. Единственный шеф-повар в Беларуси и первый в СНГ, который вошел в состав Всемирной ассоциации шеф-поваров. И фермер Андрей Абрамов. Белорусский ковбой, фермер и хозяин хутора в Брославском районе. Строит деревню 21 века и производит там деревенские натуральные продукты в замкнутом цикле. Первый и пока единственный в Беларуси владелец личного подсобного хозяйства, получивший сертификаты соответствия на органическую продукцию. Вот не хватает, не хватает нашему жюри вот немного женского внимания, вот женской нежности, трепета, красоты. Поэтому я с удовольствием приглашаю на мою кухню очаровательную гостью. Обычно от нее мы узнаем самые важные новости страны и мира. Сегодня мы, я надеюсь, что услышим и восторженные отзывы, и не очень о наших участниках. Итак, встречайте, телеведущая канала ОНТ. Наталья Немагай у нас в гостинстве. Привет. Привет, Наташенька. Красивая какая. Спасибо большое. Спасибо. Очень рада сегодня быть у вас в студии, рада сменить новостное кресло на уютную эту студию. Надеюсь, будет вкусно, полезно и с удовольствием проведем время поесть. Я так люблю. Ты проголодалась? Безумно. Молодец. Вот человек не завтракал, сразу пришел с хорошими новостями. Наташа, сколько я работаю на телевидении? Уж сколько я работаю на телевидении? Ну, об этом не будет. Чуть-чуть больше. Я к тому, что ты не изменяешь, вот себе никогда не изменяешь, ни в образе. Ты всегда выглядишь превосходно. В чем секрет? Почему? У тебя даже вот волосы, я сколько помню, они вот всегда красивые, всегда шелковистые, ничего не меняется. Ну, это спасибо нашим гримерам, девочкам. Отдельное спасибо. А также маме с папой, наверное, за генетику. Конечно, конечно. Ну и секрет, наверное, молодости в любви ко всему, что делаешь. Это самое главное. А еще? А еще в хорошем настроении и в улыбке. Ну, молодец. Слушай, ну, молодец. Зарядила. Наталья Немагая у нас в гостях. Наташа, занимай, пожалуйста, свое почетное место. Итак, самое интересное – это что? Это узнать, из каких продуктов мы с вами сегодня будем готовить. Через мгновение мы заглянем в корзинки. А пока я напомню правила нашего сегодняшнего шоу. В одной восьмой финала сражаются 16 сильнейших команд по результатам отборочного этапа. Они по-прежнему готовят из одинаковых ингредиентов и заранее набор продуктов никто из них не знает. На приготовление двух блюд у них ровно 45 минут. Но выставлять граммы в этот раз жюри не будет. Оценив вкус, подачу и технологию приготовления, эксперты шоу определяют участников, которые проходят дальше. И передадут конверт с их именами в конце программы. Ну что, продукты у нас на столах. Эти все продукты можно найти в холодильнике у любой хозяйки. Давайте-ка посмотрим на них. Ну-ка. Что? Что-то знакомое из этого? Первым делом бросается в глаза рис. Дальше. Хурма, спаржевая фасоль, веточки тимьяна. Сыр. Сырок, отлично, хорошо. Уже неплохо, уже неплохо. Так, иду к вам, ребята. Я начну с яркого. Так, хурма. Хурма. Спаржевая фасоль. Да покажем, как красиво. Яйца. Прямо весеннее настроение сразу. Да, у нас сегодня корейка. Дальше. Спаржевая фасоль. Спаржа. Да, холодненько. Спаржа, спаржа. Так, что у нас еще есть? Есть рис, давайте покажем. Это мы уже видели, все им доставать необязательно. Все хорошо. Так, сливочное масло, сыр и яйца. Все чудесно. Отлично. Масло, как всегда, у нас вкуснейшее от бабушкиной крынки. Ну что, есть минуты для того, чтобы решить, что мы вместе с вами сегодня будем готовить. Давайте-ка совещаемся. Совещаемся. Первые впечатления у нас с Арсемом сложились, как нам можно совместить хурму, свиную, корейку и тимьян. Мы просто, в принципе, в повседневной жизни такие продукты не употребляем, поэтому сразу фантазия и испуг. Мы еще увидели корейку. Для меня первый был шок в том, что корейка, в принципе, мясо по себе очень сухое, и ты начинаешь разогнализировать, думать, как сделать так, чтобы оно сохранило свою сочность. Заглядываю в корзинку и вижу опять свинину. В третий раз она мне попадается. Но пришлось как-то выкручиваться. Когда я увидела ингредиенты, я впала в некий ступор, потому что они все были совершенно несочетаемые. Казалось бы, что из этого можно было приготовить? Остальные продукты, в общем-то, меня никак не удивили. Это продукты, которые я и готовлю очень часто, и люблю. Поэтому с этим все нормально. Давайте-ка узнаем у наших участников, они уже готовы. Итак, что будем готовить? Мы приготовим обжаренную свинину в соусе. На гарнир у нас будет рис с овощами. Десертом Настя займется. Десерт можно приготовить с заварной крем из яиц, муки и молока. А, заварной крем это будет? Да. Это и будет десерт. И с хурмой. А, еще и с хурмой. Вы записываете, уважаемые спецы? Записываю. Прекрасно, отличный выбор. Так, иду к вам, ребят. Что будем готовить сегодня? Так, из мяса это будет у нас корейка. Долго думали о названии, мы решили, как царская забава. Это будет мясо, приготовленное на духовке вместе с хурмой. И еще одно блюдо это у нас будет как закуска, я считаю. Название, пусть это будет зеленоглазка. Запеканочка с спаржевой фасолью и любовью. Почему зеленоглазка? Вот я бы посмотрел бы, какого цвета у Натальи глаза и назвал бы вот именно в цвет глаз. Тогда бы вы точно получили бы, понимаешь... Глаза чайного цвета. Или глаза цвета виски. Чайноглазка. Чайноглазка. Все, чайноглазка. Зеленоглазка. Засчитана. Хорошо, отлично. Итак, как всегда, на приготовление у нас есть 45 минут. И я начинаю обратный отсчет. Поехали. Три, два, один. Время. Полетели, полетели. Итак, начинаем, начинаем. Друзья мои, как всегда, времени у нас мало. Это кажется, что 45 минут. А так, ты понимаешь, оно время-то пролетит. Итак, с чего начнем? Конечно же, с чистки овощей. Чистим овощи. А я пока промою рис. Кстати, вот насчет промывки риса никогда не промывал. Надо это делать, не надо это делать. В нем содержится крахмал, поэтому вам лучше промыть. Ну, это рис обыкновенный называется. Его нужно не мыть, его нужно замочить в холодной воде. То есть не мыть? Да, а замочить в холодной воде. А для чего это делают? Ну, чтобы смыть лишний белок, что есть на нем, и криковину. И он будет рассыпчатый. Когда делают плов, его моют. Потом замачивать в холодной воде, прям в ледяной воде. Он меньше варится, но он будет рассыпчатый и такой весь. А я знаете, что делаю? Я любую крупу, если вот с рисом, ну, в данном случае рис, его тоже можно обжарить немножко. И тоже получается очень здорово, он тогда рассыпчатый. Да, получается, как ризотто. Больше ризотто, да. Это я в Италии подсмотрела, как они делают ризотто. Это нужно взять либо арборию, как можно было белым. Да, да, да. Девчонки, ну что, рассказывайте, как ваши знакомые отреагировали, что вы у нас на программе прошли дальше, победили? Какие были эмоции? Расскажите. Мы среди наших друзей самые популярные. Все мои клиентки каждый раз смотрят, болеют за меня. Ну, естественно, в их глазах я самая лучшая, самая красивая. И Настя моя вообще просто бомба-звезда. Муж встречает каких-то друзей, которых давно не видел, и все ему сообщают о том, что видели нас. Так, так, вы их приглашаете у нас к нам в программу, понимаете? Да, Настя, ну ты расскажи, как твои ребята смотрели программу, за тебя болели? Конечно, мы на классном часу все сели и посмотрели. Пересматривали? Пересматривали ролик. Так, а ты сама вот к себе, как ты относишься? Критично или не критично? Ну, я на самом деле отношусь к себе очень критично, потому что я боюсь, что я... У меня язык всегда заплетается, поэтому я не всегда могу выразить свою мысль. Отлично. Кстати, а ты знаешь, почему именно вот мы взяли сегодня мясо, а именно корейку? Потому что Корея. Корея. Спасибо. Какая смышлённая, молодец, правильно. Кстати, а что название такое, корейка, откуда это вообще пошло? Кто знает? А, Андрей, есть мысли какие-нибудь? Не, ну... Ну хорошо, давай пофантазируем. Потому что корея. Корея... А слово корея? Нет, корея это я знаю. Или карне. Смотри, по-итальянски мясо, карне, корея. Тут была вариант Корея, значит, тут была Италия. А вообще-то это из Франции идёт, правильно название? Ну, вообще, нужно понимать, что классификаций стейков их много. И каждый применяет ему удобную. Корея принято называть мелкорогатый скот, корейка – свинины, а тонкие крайные кости принято называть – это укропно-рогатого скота. Вот и всё. А исходное, да, это... Осталось узнать, как будет у курицы и у кролика. Когда? Мы у них спросим по-потому. Так, мы нарезали корейку. Ага, вот так всё нарезали. Здесь через лук промыли. Ага, видишь, всё-таки не замочили, а промыли рис. Ладно. Даже не промыли рис, а просто сполоснули. Сполоснули. Небрежно. Да, да. Ребята, чего мы начали? Расскажите. С прошлой ошибки. Мы, наконец-то, промыли правильно рис. Промыли рис, так. Да, это очень залог правильного... Хорошо, хорошо. С мясом что мы будем делать? Сначала мы обжариваем его на сковородке, чтобы сохранить сок. А потом там тимьян, ой, тимьян, положим с луком и замечём это всё вместе с хурмой в духовке. Всё, а хурма-то не вяжет? Попробовали? Мне кажется, сейчас уже вяжет, да? Ну, надо попробовать. Сейчас вот это ещё... Ну, она мягкая, жёсткая. В Новый год. Попробуй, давай попробуем. Ну, если лайфхак. Да, не мягкая. Что да? Если лайфхак. Давай, какой? Если она вяжет, то ложим её в морозилку буквально на полчаса, и всё. У нас не столько времени. Она больше не вяжет. Нет, серьёзно? Серьёзно. А зачем я вчера вечером всю съел вяжущую? Правда, надо... Вот видите как, слушайте иногда Антона, и будет вам вкусно. Кстати, вы помните вообще, что с вами было на отборочном этапе? Как вас принимали? Какие были ошибки? Какие... Чтобы сейчас их, не дай бог, не повторить, да? Побольше поставить на духовке градусов 100%. Надо было до 180, да? Ну, 200, да, нужно... Духовочка. Вот это правильно. Если делаешь подложку из лука, то лук вначале нужно немножко прожарить, чтобы он... Множко прожарить. Множко. Множко прожарить. Множко прожарить. На ошибках учится, видите? Всё прекрасно. Но я вот вижу, что сейчас, возможно, будет одна ошибка. Я надеюсь, вы её сейчас не сделаете. Я промолчу, я её потом скажу, если она будет. Но я вот чувствую. А я всё-таки, я хочу всё-таки вам подсказать, чтобы обратили внимание... У нас одна восьмая. Антон, Герман, можно подсказать всё-таки? Нужно. Нужно. Хочется, чтобы всё-таки было замечательно не только рецепты, но и качество приготовления и вкуса. Потому что вот они порезали, мы, естественно, обратили внимание, разная толщина у них кусочков мяса. Ну, я пытался сделать равномерно. Вот смотри дальше, смотри. Вот здесь ещё толстый. Теперь вы их поставите при одинаковых условиях приготовления, и они у вас будут разной консистенции. Кому-то попадётся хороший кусочек с точки зрения прожарки и мягкости, а кому-то будет непрожаренный или жёсткий, пережаренный. Понимаете? Вот в чём суть. И поэтому потом вы, удивляясь, трогаете, пробуете другие куски, и вроде, ой, замечательно. Но это не факт, что соседний кусок был ровно такой же замечательный. Ладно, я тебя расстрою. Да, расстрою. И их тоже. Давай. Так как они уже начали жарить мясо, то оно всё будет сухим. Потому что оно остынет, а потом они его ещё раз нагреют уже в духовке. Это большая ошибка. Вы должны жарить так, чтобы пожарили и сразу в духовку, а потом сразу на стол. Ясно. Это важно. Потому что она сейчас у вас остынет, и всё. Когда звучал старт программы, каждый бросился в свою зону ответственности. Я не успела отвернуться, Артём уже нарезал мясо. Тут нам кричат, что один ломтик толще, второй тоньше. Ну, понятно, что уже никак не дорежешь, не дошьёшь. И Артём, как ответственный мужчина, принялся его смазывать и маслом, и накрывать фольгой. Я понимал, что если начну его с коротки доставать, как-то там делать его тоньше, я боюсь, что вообще мясо, это куски, чтобы там четыре кости было, и что вообще его не останется. То есть пусть уже будет, как будет, поставим больше градусов в духовке, и думаем, как-то спасём ситуацию. Получается, что мясо надо было отодвинуть по времени чуть-чуть? Да, конечно. Вот в чём лайфхак. Да, Герман, я почему и сказал в лоскуты порезать? Потому что это блюдо готовится несколько минут. Понимаешь? Всё, вот здесь лучше молчать. Дальше не надо. Пусть думают сами. Это всё-таки, ну, как бы, близимся к финалу. Ребят, мы с вами давно не виделись. Расскажите, что произошло в вашей жизни? Что интересного? Что-то готовили вместе? Готовили вместе, кстати, вчера. Да, котлеты не пересолили, это главное. Котлетки. Хорошо, а я помню, что ты у нас отлично рыбачишь. Зимняя рыбалка, конечно. Вот я хотел спросить, ты реально была на льду вот в эту зиму? Да, так, конечно, уже и даже улов есть, тоже фотографии могу приложить. И что там, и что там? Ну, сейчас хорошо, берёт окунь, потому что налим ушёл на неретон, запрещён. Да, нельзя. И щука запрещена, вот. А остальное всё можно. Ну, на что уже ловить не буду, тут у нас кулинарный поединок, на что ловим, промолчу. Гениально. Ты знаешь, это же терминология рыбацкая. Да, да, то есть как бы всё профессионально. Хорошо вперёд. Ну, интересно, интересно такое увлечение не свойственно для девушки. Мы что-то да. Рыбалка, это, наверное, в семье кто-то был рыбаком. У меня, да, у меня вся семья. У меня вся семья рыбаки, ну, с папой всё началось, потом папа затянул маму. Ну, а мама, раз у нас и дочка есть, вся семья на рыбалке. Ну, ещё грех не заняться рыбалкой, потому что я много раз была в Жлобине, была в Гомеле, там, прекрасная река Дне. В таком разливе, я представляю, что, конечно же, это такое удовольствие выходить всей семьёй на рыбалку. Отличное, кстати, времяпровождение. И тем более в нашей эпидемиологической ситуации это прекрасно, действительно, и безопасное, и полезное времяпровождение. Кстати, сегодня у наших участников, а также экспертов, есть уникальная возможность попробовать продукт, который производится из настоящих сирийских оливок. И, кстати, собираются они вручную. Оливковое масло лазурде производится путём первого холодного отжима, что позволяет сохранить все полезные свойства оливок и передать всю глубину их вкуса. В состав масла входят только натуральные компоненты. Масло лазурде – это идеальное дополнение вашего любимого блюда. Масло лазурде Мы в семье не часто готовим десерты. Я сперва, у меня был ступор, что я не нашла сахара и соли, перепутала это. Потом оказалось, что всё же это был сахар, поэтому я его насыпала в кастрюлю. Ну что, вот так вот быстро и незаметно первые 15 минут программы позади! Да, времени-то остаётся всё меньше и меньше, а меню у нас сегодня непростое. Успеют ли наши участники довести все свои блюда до готовности? В общем, оставайтесь с нами, всё увидите. Партнёр программы – онлайн-гипермаркет «21-й век». Партнёр программы – компания «Бабушкина крынка». Сохраняя полезные свойства молока, заботится о каждом. Если вы только что включили телеканал ОНТ, то вы попали на самое вкусное шоу. Это семейно-кулинарный проект «Народный повар», в котором готовят не мастера, а обычные простые белорусы. И сегодня у нас семья из Бреста против участников из Гомельского края. Кстати, как вы относитесь вообще к чувству юмора? Дружите с ним? На кухне, может быть, применяете его, чтобы веселее было в жизни? Всегда, но импровизирую. Но это я должна себя комфортно чувствовать в компании среди своих, и тогда мне это намного проще шутить. А так, конечно, вот так вот скажи шутку, я так не умею. Я тоже не умею. И анекдоты рассказывать я вообще не умею, поэтому я не помню одного. Хорошо, а эксперименты? Вот в плане экспериментов, они у вас всегда заканчиваются удачно на кутках? Что вы? Когда я только училась готовить, бедный мой муж. Вы готовьте, готовьте, вы рассказывайте. Бедный муж, вот с этого поподробнее. Я, значит, пошла в магазин, чтобы купить капусту и сварить для меня. Тогда это было просто что-то неимоверное, приготовить борщ. А было какое-то весеннее время, когда уже там не все овощи найдешь, но это было 20 лет назад. И продавалась только красная капуста, ну вот эта синяя-фиолетовая. Ой, я люблю вот эту капусту. Вот это очень вкусно. Я у девушки-кассира спросила, ну думаю, она девушка опытная, я говорю, скажите, а с этой капустой получится борщ? Она говорит, ой, конечно, получится. Он еще такой красивый будет. Ну, у меня получился чернильного цвета. Такое, как каракатица. Я его есть не смогла, но мужу пришлось, потому что иначе можно отбить все желание. Марина, а что вы, борщ варили или щи? Борщ. И все равно не получилось цвета правильного? Наверное, щи. Наверное, это были щи. Ну, это был жуткий цвет совершенно. Слушай, вот для... Слекла, она же все равно перебивает цвет, и все равно получится. Вот если бы для тиктока, вот такой борщ был бы классный, правда, да? Да. Все бы оценили. Он же такой пряный такой весь, она же пряная, она очень пряная, как эта капуста. Ну, вкусно было? Было неплохо, но цвет, конечно. Потом на новоселье как-то мы готовили манты. Бабушка, приехала бабушка в гости, она помогала готовить, лепить. И говорит, слушай, ну есть же такая традиция, класть монетку в фарш завернуть, сюрприз будет. Вот. Я думаю, нет. Все-таки зубы сейчас удовольствие дорогое. Мы положили горсть черного перца. Не молотого, а просто горсть горошка. И самое интересное, что никто из гостей не признался, кому это попалось. То ли они посчитали, что так и нужно, то ли постеснялись сказать... То ли такие вкусные манты больше проглотили, понимаешь... Наверное. Не прожевывая, да? Настя, ну вот у меня есть такая информация, что в 4 года ты приготовила блюдо, которое могло бы вполне стать ресторанным. Но что-то пошло не так. Это что за история? В общем, бабушка когда-то приготовила отбивные. Я смотрю на них и думаю, чего-то не хватает. Не хватало такой, знаете, изюминки. Не хватало сахарной пудры. И я взяла стиральный порошок и их полностью засыпала. Какая молодец! Это же 4 года додуматься. Ты реально взяла настоящий стиральный порошок? Да. Ты решила отравить? Нет, я решила сделать их красивыми и презентабельными. А-а-а, видишь, не знает еще, из чего готовится сахарная пудра. Так и в итоге кто-нибудь попробовал или нет хоть? К сожалению, нет. Дедушка предложил отмыть отбивные, но мы решили, что все-таки не стоит. Вот, девушка молодец. Хорошо, а у вас есть какие-то, ну, кроме готовки, какие-нибудь совместные хобби? Где вы отдыхаете? Может быть, что-то делаете вместе? Может быть, в чем-то советуете что-то друг другу? Ну, можно сказать, что я и мама по-своему художники. Мама рисует о ногтях, а я рисую на планшете. Вот, и иногда она у меня спрашивает по поводу цвета, по поводу комплементарности цветов. И я ей помогаю в этом. Ух ты, так, то есть ты помогаешь уже маме? Да. Ну, а вообще по жизни вы подруги? Конечно, очень близкие. Да. Советика спрашивает? Конечно. Ну, про мальчика, да? Ну, вот мама отвечает хоть, что, ну, это же важно, что была такая вот, ну, подруга, помощница. Ну, мне просто нет мальчиков, поэтому пока спрашивать нечего. Ну, пока нет. Что, 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 что мама говорит не слышу? Пока нет, ну, появятся же. Пока нет. Может, нужно перестать маму слушать? Да, не слушай Германа, а то сейчас научит. Не надо, всему свое время. Делаю я соус и думаю, так, ага, в прошлый раз было маловато, пресновато. Добавлю еще. Добавила тимьян, он добавляет такой аромат яркий. Добавила чеснок, добавила чуть-чуть перца, хмели-сунели. Мне показалось нормально. Так, что происходит? Ты, вот скажи, пожалуйста, что ты делаешь? А, запаковываем мясо. Да. Слушайте, очень красиво, очень красиво. Так, но зато я знаю точно, что у вас есть, скажем так, символ команды вашей. Да. Что вы там сделали? Оба. Вот, сейчас мы покажем. Сейчас я поставлю. Давай покажем быстренько, быстренько. Рви и покажем. Вот мы сделали вот такие татуировки. Мы очень... Конечно, руками чистыми. Да, вот такая же надпись. Это наша команда, вот, с воровой глазунов, только на английском. Мы очень долго думали и решались все-таки, нам нужно это оставить, след истории на своем теле или нет, потому что, ну, творческие личности, в принципе. Но стереотипы к татуировкам, я думаю, что сейчас наше время рушится. Да, ну, конечно, нет. Вот, поэтому мы решили, что этот год был настолько бурный и творческих проектов, и мы... Ну, не год, а четыре года. Да, четыре года. Четыре года мы с ним учимся вместе, и очень много было достижений. Мы считаем, что именно этот год ключевой дипломной работы, новый проект должен был как-то запомниться. Участие в нашей программе. Это однозначно немаловажный фактор. Да, поэтому... А почему тогда не народный повар? А еще есть рука, здесь будет. Так, напиши. Ну, она на себя ответила. Народный, а у него будет повар. Ну, или он народный, а я. Хорошо, твоя версия какая-то. Может, мне народный. Не, она, принципе, правильно сказала, но ты, наверное, больше делал акцент на работе, правильно? Ну, давай, ты мне вообще не говоришь о любви. Вот скажи ей вот на всю страну. Давай. Видите, как я лихо. Она только говорила, что мы друзья, а уже любви сказать, понимаете? Так, любви, ну, между другом и подругой. Да, говоря о том, что как бы эти четыре года, которые прошли, как бы много уроков жизненных, возможно, рабочих моментов. И круто, что на протяжении всего этого времени был такой близкий друг, как я иногда называю, брат ее. Вот. Приятно познакомиться, брат. Вот тебе любовь. Вот тебе вся и любовь моя. Да, нет, на самом деле это было обдумано, и я считаю, что мы пронесем с гордостью эту надпись. Где бы мы ни были в этом прекрасном мире, ни на какой бы сцене выступали, и будем помнить, что есть такой человек, да? Ребят, ну так расскажите нам всех о проектах. Ребят, на чем работаете? Это же самое интересное. Магия. Сейчас у нас идет мюзикл, который делает наш режиссер, с которым мы проработали так, раз, два, три, Артем. Поработали с ним в последние четырех лет, делали там такие фестивали, как «Славянский базар», различные мероприятия у нас в Минске. Так можно назовем его имя? Да, это Александр Дмитриевич Вавилов. Я не успел. А, не успел, мы там вместе сказать, да. И он организовал сейчас мюзикл, в котором я играю, играет Полина. Вот, собственно, после съемок сразу поедем на репетицию. Современные мюзиклы, они вообще какие сейчас? Какие, как раньше были? Какие были раньше? Ну, вот я, например, не очень люблю мюзиклы, да. Вот чем можно привлечь сейчас, вот почему именно на ваш мюзикл нужно идти? Потому что там играю я. Хорошо. Играю я там, как бы, там тоже мне имя Артем в мюзикле. Вот, как бы, уже, собственно, можно. Роль он переложил, да. Нет, на самом деле немаловажный фактор, что такого мюзикла еще не было, потому что у нас играет 50% Китайской Народной Республики и 50% ну, рассчитанно, да. У нас мюзикл отверт китайский. Мюзикл. Ребятам, конечно, очень трудно понять нас, наши эмоции. Иногда они просто, я не понимаю, и все, и уходят с площадки. Вот, но они справляются, и премьера у нас... Запонирована на начало апреля. На начало апреля. Мы вас всех приглашаем. Я думаю, что будет очень интересно. Это прокатный мюзикл, да. А китайцы поют на русском языке? И на русском, и на китайском. И на китайском. То есть такое смешение культур получается. Ну да, это интересно. Ну я бы хотел их на русском услышать. У нас в принципе мюзикл вот... Вот ради этого бы я пошел. А может быть, наоборот, китайцы на русском, а вы на китайском. Можно и так. Попробуй выучить. Мы такого не экспериментировали пока еще. А партнер нашей программы – лотерея ТОЛОТО. Кстати, каждую неделю у ее участников есть возможность выиграть при 150 тысяч белорусских рублей и крупные денежные призы. А также побороться за современные гаджеты в акциях для пользователей на сайте toloto.by. Приобрести билеты можно, как, собственно говоря, в точках продаж, так и у партнеров. На почте, в банках, в крупных сетях, гипермаркетах. А также проще всего на сайте toloto.by. Где бы вы не увидели фирменные логотипы ТОЛОТО, знайте, именно там исполняются мечты. Под звук жареного мяса я объявляю о том, что вторые 15 минут программы позади. Итак, кто пересолит рис, а кто приготовит лучшую корейку, обо всем этом узнаете после большой паузы. Не переключайтесь. Партнер программы – онлайн-гипермаркет 21 век. Партнер программы – компания «Бабушкина крынка». Сохраняя полезные свойства молока, заботится о каждом. Это телеканал ОНТ, кулинарное семейное шоу «Народный повар». Кто же сегодня покорит членов нашего жюри и пройдет следующий тур, а кто останется за бортом, узнаем уже скоро. Последние 15 минут программы я уже отбил. Движемся дальше. Наташа, вопрос к тебе. Вот, ну, всегда ты вот такая строгая, понимаешь? Все зрители тебя знают настолько, понимаешь? Герман, это кажется, что я строгая. Мой экранный образ и образ жизни – это совершенно два разных человека. Ну, хорошо, поделись. Ну, не все подписаны на твой инстаграм. Поделись нашим зрителям. Кстати, вот, пользуясь случаем, подписывайтесь на мой инстаграм. А что там у тебя? Что у тебя в инстаграме? Чем ты делишься? В инстаграме моя жизнь. Какая она? Много бэкграунда. Как с чего все начиналось. Много того, что мы делаем за кадром. То есть то, что, наверное, зрителям будет интересно. Вот ты вот зайди и посмотри. На самом деле я все вижу. Там Наташа много выкладывает свои путешествия. Почему я за тебя это рассказываю? Сейчас, ты знаешь, путешествий уже стало мало из-за пандемии. Вот два года можно сказать, что я никуда не путешествую. Вот. Я сейчас занялась, допустим, фейсбилдингом. Знаешь, такое новое такое направление? Я слышу. Вот ты спрашиваешь, как сохранять молодость? Молодость сохраняется так, как тело нужно тренировать, так и лицо требует тренировки. Поэтому вот загляните ко мне на страничку и посмотрите. Хорошо. Расскажи нашим зрителям о своей любви к Италии. Это у тебя же давно уже. Ты звучишь итальянский язык. Да, я изучаю итальянский язык. Играешь, поешь песни на итальянском. И песни. Одну, правда, спела пока песню итальянскую. Надеюсь, все впереди. Можно, кстати, до этого с тобой спеть какую-нибудь следующую песню, если ты не против. Любовь с Италией, да, как-то она у меня началась внезапно, лет пять назад. Ты влюбилась в итальянца? Об этом я не буду говорить. Можно об этом я ими скажу? Но вообще мне все нравится, все, что связано с Италией. Это и мода, и культура, и музыка, и природа. В общем, все-все-все. Мне нравится итальянский язык. Мне нравится лингвия итальянская, культура, музыка, поэзия, итальянская, натуральность. В общем, все, что связано с Италией. А итальяну еда, как тебе? Как тебе? Что тебе нравится больше всего? Мне нравится, что эта кухня, она простая. Она такая, знаете, аутентичная. Они сохраняют традиции, правда, Витя Антон? Конечно. И они передают из поколения в поколение. А ле маме, ле нонне, это лучшее, по-моему. А мы не передаем? А наша белорусская кухня? Наша белорусская тоже кухня. Она отчасти итальянская кухня. Отчасти итальянская. Вот почему у меня такая любовь к Италии. Потому что очень близки наши народы. И в традициях то же самое. Итальянские драники, представляете? А, кстати, итальянцы очень любят драники. Я угощала итальянцев драниками. Борщ драники – самое любимое блюдо. Согласен. А, господи, я вот не совсем понимаю, а какие традиции вот у итальянской кухни? Вот что у них в корнях? Они один итальянец тебе не расскажут. Самое главное… У нас есть один итальянец, который тебе расскажет. В том, что на первом месте в блюде ставится сам продукт важный. Если ты делаешь рыбу, либо мясо, у тебя самая важная скрипка – это будет мясо, либо рыба. Самый важный продукт, самый главный. А гарнир и соус – это будет второстепенно. Контор не это потом. Вот паста у них, да, это вот самостоятельное блюдо. У них их все приводит в то, что вот пасту мы совмещаем, допустим, ну, с каким-нибудь вторым блюдом, ну, вот, или рыба, или мясо. Они же не едят так. Паста отдельная. Как гарнир еще? Нет, я имею в виду, что паста – это отдельное блюдо. Ну, это прямо пиатро. Да, прямо пиатро. То есть отдельное блюдо. Вот, ну, и все равно ни один тебе человек не расскажет ни один повар, весь секрет, что же он делает такого правильно. Они вот это, они очень как-то… Это все просто. Бережно относятся к этому. Нет, неправда. Вот я была, когда отдыхала в Италии, в Лаццо, да, мне очень нравится этот регион. И пекли очень вкусные булочки с кремом лимонным. Я пыталась узнать у повара, как же он их делает, почему в одном месте отличается вкус от другого. Он не сказал. Ты ему деньги предлагала? Предлагала и деньги. Нет, и все. На самом деле, в каждой деревушке, если ты будешь попробовать одно и то же блюдо, взять, например, тирамису, да, самым известным блюдом, тирамису, то в каждой деревушке будет разный вкус. Потому что разные ликеры добавляют, да. Это мы тут придумали. Привыкли один ликер, да. Вот для меня самый вкусный – это будет Сицилия, потому что там есть марсала. Самый вкусный, тирамису для меня – это в Сицилии. И так во всем. Везде вкус другой. Везде разные специи. Антон бесконечно может рассказывать о еде. Конечно. Поэтому вынужден буду прервать вас, Антон. Хорошо. И поговорить с очаровательной Наташ. Наташ, хорошо. Что еще ты тянешь с Италии? Расскажи нам. Прям тяну. Ну, а пусть-то девочки что это? Значит, сумочку какую-нибудь? Ну, конечно. Пошли украшения какие-нибудь? Ну, как же без шопинга, естественно. Или сковородочки какие-нибудь, посуду? У тебя как? А, кстати, вот сковородку я привезла из Италии. Да. Я отдыхала. Да. Посещала такое интересное местечко с названием Порту Венере. И там продавали. Вот мы как-то случайно зашли на выставку и кухонных принадлежностей. И там очень классный ковшик такой я купила. И с удовольствием вот приготавливаю в нем блюда. Они какие-то получаются особенные, наверное, с таким ароматом итальянским. Эти выставки, кстати, я знаю. Вот эти выставки я знаю. Очень дешевые, очень здорово. На пляже темнокожие парни раскладывают одеяло. Они приносят к себе все. Каждому подойдут. А что за коллекция скалок у меня здесь написано? У тебя есть... Коллекция скалок, это мне досталось от бабушки. Это опять-таки все связано с молодостью, с красотой. Я думал, это способ управления мужчиной. Нет-нет, ну, кстати, тоже неплохой способ, да. Ну и поколотить себя для пользы, это тоже очень здорово. Вот лайфхак, кстати, девушкам, чтобы долго сохранялась молодость и красота, нужно взять скалочку и так вот ей, знаете, вот так вот себе подбородочек. Подбородочек, можно все места, можно ручки, ручки, вот, чтобы были крепкие. Тоже вот так вот скалочкой, потом можно их так вот пожмякать хорошенько. Вот, так что скалка не только в кулинарии, еще очень хорошо для сохранения красоты и молодости. Вот тебе, пожалуйста, да, еще один. Когда мы доставали мясо с духовки, я видел по нему, что как бы оно не дошло до своей консистенции, к которой оно должно было быть. Как бы там с краю, да, оно там взялось корочкой, понимал, что там по краям оно готово, а внутри оно было полностью сырым. Я понимал, что, собственно, что имеем, то и имеем. Как бы больше ничего не сказать, как ситуацию не было, не спасти. Пока мы здесь, собственно говоря, можно сказать, развлекались, я вынужден сказать о том, что у нас уже финал. Финал близок, друзья мои, времени осталось все меньше и меньше. Я прошу вас поторопиться. И я начинаю. Что? Правильно, обратный отчет. Все вместе поехали. Три, два, один. Стоп, время. Стоп, время. Отложили, отложили вилки, отложили ножи. Стоп. Итак, чем же закончится наша сегодняшняя кулинарная битва? После небольшой паузы мы снова с вами. Не переключайтесь. Партнер программы онлайн-гипермаркет 21 век. Что самое вкусное случается в воскресенье на ОНТ на нашей студийной кухне? Потому что это жаркое, острое и непредсказуемое шоу «Народный повар». Итак, все блюда у нас готовы. И первыми, кто у нас несет блюдо... Ага! Итак, первое блюдо у нас уже на столах. Скорее, пока горяченькое, пробуем, дорогие друзья, пробуем. А пока пробуют наши эксперты, я тоже что-нибудь попробую сегодня. Это будет стакан вкусного и питательного молока от бабушкиной крынки. Бабушкина крынка заботится о каждом, сохраняя полезные свойства молока в своих продуктах для здоровья покупателей. Больше всего я, конечно, переживала за мясо. И когда я видела, как судьи долго его жуют, я поняла, что, видимо, не очень-то мне оно и удалось. Ну, слава богу, что гарнир все-таки скрасил это блюдо. Насколько хорошо ли я приготовила крем? Потому что, если я приготовлю крем неправильно, то я могу подставить маму и вообще всех. Вот, поэтому я очень переживала. Также я переживала насчет мяса. Хорошо ли мама приготовила, потому что я знаю, что у мамы проблемы со свининой бывают. И очень надеялась, что она приготовит это хорошо. Итак, наши эксперты готовы. Давайте послушаем мнение, да? Давайте. Выдохнули. Начнем с нашего Антона. Пожалуйста, Антон, шеф-повар наш. Итак, Марина, но мясо это не твое, да? Потому что нет ни специй, нет вкуса. Передержало, оно стало сухой. Оно просто вот, ну... Я вот видел, вот картинка идеальна. Оно сделано красиво. Там есть и цвета, и зелень, и красные овощи, и соус какой-то. Вроде как сочно-сочно должно быть. Нарезаешь, соли нет. Специи мало. Рис гораздо вкуснее. Вижу, что рисом ты балуешься дома, да? Делаешь всякие сложные гарниры. Молодец. В нем уже есть и специи, в нем есть и вкус. Что мешает уже добиться вкусов свинини? Не знаю. Что? Вкусно. Вот такой рис. Рис бомба, да. Рис шикарный. Может, надо было просто один рис подавать? Не сковывай себя. Помоги себе сама, ну, добавляй специи. Ты почувствуешь душой, когда надо остановиться. Ты боишься из-за страха пересолить там, переперчить, добавить что-то еще другого. Не бойся. Может, нужно к психологу сходить? Как перебороть это? Боязнь. Ведь важная специя – это любовь. Вот готовь с удовольствием, с любовью, с улыбкой, и тогда все идеально. Ты сама остановишься со специями, не переживай. Тебе внутри скажут, все, этого хватит, возьми сейчас вот это. Ну, вот если отдельно, то рис шикарный. Рис шикарный. Десерт, ты молодец. У тебя получился крем. Да, я там нашел в нем два маленьких комочка, но это ерунда. Очень все вкусно. И прогрелась, хурма прогрелась тоже. Оно хорошо сочетается. У него есть ровный баланс текстур. Но одно маленькое замечание. Кожиру от хурмы нужно было отрезать. Она плотная. Для тебя ты просто супер. Молодец. Итак, Наташ, ну, глядя на твое довольное лицо, мы хотим услышать твое мнение. Но только честно. Естественно, честно, без обид. Мариночка, ну, вот я вижу, расстроилась совсем. Не переживайте. Во-первых, получить советы от такого гениального шеф-повара, это уже... Ну, знаете, это очень здорово. И на самом деле, ну, если бы вот хвалил-хвалил, не то, да? Что скажу я? Я тоже, наверное, как и Марина, не питаю большой любви к мясу. Поэтому десерты, допустим, у меня получаются лучше, нежели мясо, да? Для меня тоже не хватило специй, не хватило аромата вот этого, понимаете, такого вот, когда мясо открывает свои запахи такие, да? И не хватило... Не хватило перчинки, скажем так. Оно какое-то пресное получилось. Может, от того, что вы его не обжарили сразу, а сразу вот крышкой накрыли, оно какое-то такое вареное получилось. Не знаю. Рис великолепный. Вот. Рис просто брависсимо. Ну, и, конечно, мой рай — это десерт. Десерт я съем потом с удовольствием. Вот. Мне хватило всего. Даже эта шкурка от хурмы, она была кстати. За десерт великолепно. Просто великолепно. Высшая похвала. Шкурка от хурмы. Спасибо, Наталья, спасибо большое. Пожалуйста, наш фермер Андрей Абрамов. Вам слово, Андрей. Ну, здесь, наверное, сейчас стоит сказать, что первое, что мы оценим, это технологии приготовления. И я не просто так подсказывал, нарежьте мелкими кусочками. Одна из ошибок людей, которые не особо умеют готовить мясо, это они пытаются приготовить большим куском. Это раз. Это сложно. А второй момент — вы его готовили под крышкой. Вы его что, собирались сварить? Я сначала обжарила. Сколько вы там, неважно, как только вы его накрыли, оно дает сок. Соответственно, все просто вышло. И как вы его потом ничем угодно не поливаете, внутрь ничего не попадет. Поэтому верхняя структура, она красивая и может быть даже вкусная из-за соуса, а внутри весь вкус ушел. И даже если вы его посолите, он тоже не попадет внутрь. И в итоге мы внутри кушаем постные волокна, мышцы сваренные, и ничего большего не получаем. Соль же вообще вытаскивает влагу, если я не ошибаюсь. Она, наоборот, сушит мясо. Соль в самом конце. То есть главная ошибка всего происходящего — это то, что вы накрыли крышкой. Ну и того с мясом, да, большая проблема, мягко скажем. А по поводу всего остального, волшебно круто, классно, вкусно, замечательно. И рис, и зелень, которую положили, и фасоль стручковая. Все здорово сбалансировано. И, соответственно, по десерту крем тоже обалденный, мне очень понравился. С точки зрения снятия кожуры, это даже эстетически его нужно было снять. Просто не то, что он там жестко или мягко. Просто это красивое блюдо, которым можно было, правда, восхищаться им, да. Но шкурку надо обязательно снимать. Все. Спасибо нашим экспертам. Итак, ну что, мы готовы пробовать блюда нашей второй команды. Итак, я напомню, друзья, что все рецепты можно найти у нас в аккаунтах, в социальных сетях. Заходите туда, Народный повар. Обязательно попробуйте, приготовьте. И, кстати, для всех наших пользователей есть акция. Есть скидка в ресторане нашего Антона Колейника. А также на ферме Андрея Абрамова. Это абсолютная правда. Когда я смотрел на лица наших жюри, я полностью понимал их эмоции, потому что, если бы, честно, я бы сам пробовал, возможно, это блюдо, у меня были бы примерно такие же эмоции на лице, как и у них. Я просто попросила Артема, можете за что-нибудь подержу, потому что очень было волнительно. Конечно же, мнение жюри, их мимика и этот момент, когда они доносят вилочку к рту, очень-очень эмоционально. Сердце очень билось. Мы ждали результата вместе. Антон, что у вас с лицом? Как-то у вас грустное выражение. А, нет, все, понял. Все хорошо. Итак, я начну с вашей зеленоглазки. Ну, во-первых, у меня кусок, который сырой. У меня яйцо осталось сырым в центре. Вообще, идея сама хороша. Идея хороша, внешний вид хорош, интересно, ярко, красиво, но вкуса нет. Нет вкуса, нет специй. Соль, специй. Только соль. Тут только соль и все. Фасоль сама себе, она очень сильно водянистая. Ее надо очень чем-то ярким, чесноком можно довести, чтобы она была яркой на вкус. Там была паприка. Она очень водянистая и вода. Она все смывает, все вкусовые, у тебя остается вкус яйца. Это очень просто. Это может быть так мега по-домашнему, когда ты один, все уехали, ты один, все равно что есть, намешал, съел и пошел. Для 1-8 финала это очень слабо. Вот с этим слабо. С мясом. У вас специи было побольше. Уже есть какой-то вкус появляется в свинине. Вы пытались поиграть со вкусом, молодцы. У вас именно со специями получалось, но у вас не получилось с свининой. Она у моих коллег вообще сырая. Мне повезло, что у меня был самый тоненький кусочек. Я всем поделил. Я пытался всем тоненький сделать. Да, и она у вас вот такого, разного калибра. Ну, она и суховата сама в себе. Я говорил, что ее нужно вот прям, вы запечатали сразу в духовку, в мега горячую, чтобы она осталась сочной. А у вас все вышло. Вот в этот момент, когда вы обжарили, потом вылажили красиво, старались там навести эстетику в противне, да, там. Она у вас в это время остыла точно. Хурма в этом варианте, да, она даже не сыграла с ней, потому что она просто лежала рядом. Рис, сам рис сделан хорошо, но в нем тоже нет вкуса. Он, в нем есть цвет от паприки. Он в цвет хурмы почти попал, да. Но вкуса нет. Спасибо большое. Мне кажется, или наши участники расслабились? Очень сильно. Есть такое мнение? Хорошо. Итак, Наталья, пожалуйста, ваше мнение. Да, получилось такое, не царское это дело, скажем так, да, царская забава, не царская. Ну, я согласна и с Антоном, и Андрей. До того, как ребята делали, сразу обратил внимание на то, что куски порезаны разным размером, и поэтому нам достались с Андреем, к сожалению, сырые кусочки. Ну, вот Антон поделился, и... Правда сырое мясо было? Да, оно не прожарено. Сырое мясо. К сожалению, да. Ну, ваше одно восьмое, это большое провало. Ну, с мясом не получилось, да, не хватило ни соли, ни специй, ни пикантности. Я бы, может, даже сделала какие-то надрезы и туда положила хурму. Может быть, это дало бы больше даже сочности. Ну, вот как-то, да, она отдельно от мяса шла, и так же вот вяжет до сих пор. Рис, ну, рис и рис, обычный рис. Даже вот он склеился. Да, после того риса, этот рис, он, конечно, ну, не удался. А вот запеканка, напротив, очень мне пришлась по душе. Вот, потому что я сама очень люблю запеканки. Делаю их в разных вариантах. Никогда не делала с морковкой, делала с тыквой. Это я уже даже для себя возьму на заметку. С морковочкой запеканка отличная. Лично мне очень понравилось. Все было в меру. Ой, ну, как положено. Единственное, что мне не хватило, может быть, сыра. Вот я люблю запеканочку с сыром. Но это, наверное, из-за того, что вас не было или был сыр? Он остался здесь. Вот остался сыр, вот видите, если бы еще был сыр, тогда бы было великолепно. Должен был быть, но... Да, спасибо большое. Спасибо, Наталья. Ну и завершающее мнение, пожалуйста, Андрей. Ну, смотрите. Как-то не жизнеотверждающе. Дело все в том, что хотите, не хотите шоу, но соревновательный характер есть. Я сейчас не буду говорить об уровне, на котором находится сегодня наше замечательное кулинарное шоу. Но относиться к нему в момент приготовления, в момент, собственно, исполнения того, что вы делаете, нужно, безусловно, серьезно. Вот вам пример. Хорошие, позитивные ребята. Вы хорошо настроились. Вы, правда, нас всех повеселили. Но вы все это время смеялись и отнеслись очень несерьезно к своему процессу. Вы реально не просто непрожаренное мясо дали. Вы можете все посмотреть и под сне. Оно прям реально сырая свинина внутри, во всяком случае у меня. Понимаете? Вот это показатель даже не качества и умений готовить, и навыков умений готовить мясо, а просто отношения, вот как вам было весело. Понимаете? Вам все это испортило. А на фоне того, что с точки зрения спортивных соревнований у ребят тоже не получилось мясо, у вас, возможно, были все шансы выиграть сегодня. Понимаете? Но нам все равно придется победителя выбирать. Остальные блюда, рис, мне реально очень понравился. Даже больше, чем у них. Он прям вот одна к одной, прям играет вкус, прям замечательно. То же самое, как и запеканка. Она слегка сыровата, но ее это не портит, на мой взгляд. Она нежная, она свеженькая вся такая. Я бы тоже ее кушал-кушал. Но ваши отношения и ваш результат, как сырое мясо, вас, конечно, очень серьезно подкосило. Такие вещи нужно очень внимательно относиться. Но вы мне очень понравились, и как вы общаетесь друг с другом, и как вы, в общем-то, за столом себя ведете, готовите, вы молодцы. Но мяса у вас сегодня нет. Так что больше серьезности, и все у вас получится. Вот такие у нас серьезные эксперты. Да, бывает и такое. Друзья, у вас есть время, кстати, сейчас еще обсудить и решить, кто же все-таки одержит победу в нашей сегодняшней битве. Ну, а пока, прямо сейчас я предлагаю сделать музыкальную паузу. А не спеть ли мне песню? Спеть. Тогда поехали, запускайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Если я останусь один, без обмана, без всяких на то причин, Я войду в старый наш дом, помолчу, погрущу обылом. Расчехлю старый диван, пыль смахну с обугленных ран. Но храню в своем сердце тепло, ты ведь знаешь, как мне тяжело. Без тебя мне не прожить и дня, любовь хранит тебя, Пускай я буду ветром одиноким. Без тебя болит душа моя, но ведь она твоя, она твоя. А когда смоют дожди эту грусть, ты только меня дождись. И поверь, ты просто поверь, не бывает любви без потерь. Будет день и будет ночь, обниму красавицу дочь. Наконец, в моем сердце тепло, по-другому и быть не могло. Без тебя мне не прожить и дня, любовь хранит тебя, Пускай я буду ветром одиноким. Без тебя болит душа моя, но ведь она твоя, она твоя. Без тебя мне не прожить и дня, любовь хранит тебя, Пускай я буду ветром одиноким. Без тебя болит душа моя, но ведь она твоя, она твоя. Твоя. Спасибо! Итак, вот он, заветный конверт у меня в руках. И я даже не знаю, даже не знаю, что там внутри, но я знаю точно, что сегодня, как и в любой нашей программе, победит самая душевная пара, самая настоящая. Итак, дорогие друзья, в четвертьфинал нашего шоу родственники трепещите. Выходят Марина и Анастасия Смертины. Аплодисменты! Аплодисменты! Прекрасная, замечательная семья. Поздравляю вас, поздравляю. Молодцы! Ну что, смешарики. Мы продолжаем смеяться и наймем в себе кулинарного кого-нибудь. И это тоже хорошо. И это тоже хорошо. И пусть мясо пересушено. Главное это у нас на кухне. Классное, веселое настроение. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. И, конечно же, подарки всем нашим участникам. Посуда от телеканала ОНТ. Чтобы вы экспериментировали дальше, готовили, удивляли родных и близких. Вот это вот прекрасные, вкуснейшие шедевры, не знаю, кондитерского искусства. Это торты от нашего шеф-повара Антона Коленика. Это просто шедеврально, шедеврально. А также, да, не только от Антона, а от сети его ресторанов Animal Farm. Запомнили. И подарки от наших партнеров. Это яркий чай с натуральными вкусами от компании Далай. Ароматный кофе Бориста. И, кстати, с этим кофе пробуждаться одно удовольствие. А также моя любимая вкуснейшая молочка от бабушкиной Крынки. А также возможность словить удачу за хвост. Вот в этих билетах где-то находится ваш приз, друзья. Это подарки от То Лото. Обязательно играйте и побеждайте. Это всем участникам. Все вам, друзья, вы можете разбирать. А вам я хочу сказать всем огромное спасибо, друзья мои. Это было самое вкусное семейное народное шоу «Народный повар». С вами был Герман Титов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok